Музей Булгакова представляет для всех своих гостей новый проект «Пятое измерение». Отныне все это пространство наполнится звуками, шумами, голосами и музыкой, без которых немыслимо ни одно произведение Михаила Афанасьевича. Комнаты музея ожили благодаря новому проекту, который в этом году стал победителем грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире». Эта интересная задумка позволила музею в прямом смысле зазвучать по-новому и обрести образ динамичной, интерактивной мемориальной квартиры, открытой для всех, включая людей с ограниченными возможностями. Ведь нехорошая квартира номер 50 теперь оборудована инновационной аудиосистемой, которая наполняет ее пространство музыкой булгаковской эпохи, произведениями современных композиторов, специфическими шумами, голосами и звуками. Именно поэтому, зазвучав, пространство музея раскрывается для тех, кому доступны только слух и осязание. Мы работали в двух направлениях. Я конкретно занималась именно звуковой всей работой. Мой соавтор Александр Кихе, координатор проекта, работал именно в стилевой аудитории с незрячими. Они проводили анкетирование библиотеки для слепых, собирали всю информацию о том, как люди воспринимают музейную экспозицию, как работать, как они относятся к смешанным группам, хотят ли они быть отдельно или они хотят быть созрячими, каким образом и так далее. Сотрудники музея ожидают, что нововведения люди с ограничениями по зрению оценят по достоинству. И впрямь, путешествуя по ожившей квартире, вслушиваясь в звуки шагов, телефонных звонков, кошачьи мяуканья, буквально спиной ощущаешь скорое появление Воланда со свитой, а звон часов и гулки голоса многочисленных посетителей напоминают квартиру профессора Преображенского, в то время как громкий стук пишущей машинки уверяет гостей музея в том, что в кабинете до сих пор работает сам Михаил Булгаков. Все эти ощущения рождают своеобразные аудиоэкспонаты, реконструирующие музыкальную среду отдельных зон экспозиции – коммунальной кухни, гостиной, комнаты Булгакова, синего кабинета и других комнат. Длинный белый коридор связывает эти различные пространства в единый рассказ о писателе «Доме эпохи». Я записал некие звуки, которые были потом использованы в композиции. Звук двери, по-моему, нет, и соседней комнаты. Звук рояля, звук пишущей машинки, то есть практически все звуки, которые вы слышали, они звучат, собственно, взяты из этого же музея и сюда возвращены уже в переработанном, модифицированном виде. Очень хотелось бы, чтобы этот музей стал творческой площадкой для современных композиторов. Для тех людей, кто, может быть, грезил обулгаковину и не имел возможности воплотить в звук, в реальное путешествие по здешним комнатам своих впечатлений. Это очень заманчивая перспектива. Проект рассчитан не только на людей с ограничениями по зрению, но также на иностранных посетителей, которые, благодаря звукам, смогут полнее прочувствовать булгаковскую среду, погрузиться в дух коммунальной Москвы 20-х годов, на школьников и всех тех, кому недостаточно традиционного, зрительного и вербального наполнения экспозиции литературного музея. Организаторы проекта надеются, что ожившая нехорошая квартира будет меняться, развиваться и подтверждать то, что музеи могут оставаться интересными для своих посетителей во все времена. Я больше всего довольна тем, что он очень гибкий и он открыт для изменений и добавлений, он может все время меняться, это не что-то статичное и уже готовое. Это проект в процессе, в работе.